Собачьи бои без правил устроил на улице Куйбышева Стаффорд. Бойцовский пес во время прогулки напал на небольшую собачку породы китайская хохлатая. Силы двух четвероногих были неравны, к тому же Стаффордшир был без поводка и намордника. Теперь жизнь декоративной собаки Тошки спасают хирурги, а ее хозяева обратились к юристам. Кто должен отвечать за поведение питомцев? Репортаж Юлии Анашкиной. При встрече эмоции переполняют и хозяев, и Тошку. Пес пока живет в ветеринарной клинике. Сюда он попал после нападения Стаффорда, который чуть не разорвал хохлатую во дворе. Буквально секунды, то есть накинулось и все, я давай. А я стою, смотрю, я не знаю, что какой-то камень, палку взять, потому что я знаю, что это за собака. Если бы я сунулся, она бы переключилась на меня, вцепилась в нее и трепала ее вообще, я не знаю, как котенка. То есть это ужасные собаки. Оттащить от декоративной собачки злого терьера удалось лишь его хозяйке. Лишь после этого она взяла его на поводок. Но за несколько секунд Стаффорд покалечил Тошку так, что у него челюсть отвисла вместе с языком. Врачи диагностировали двусторонний перелом. Косточки пришлось собирать спицами. Операция была сделана, собрана нижняя челюсть на спицы, то есть остеосинтез. Наподобие аппарата Лизарова для людей, то есть это как собираются на спицы кости, костные пластины. То есть у него это индивидуально сделана, собрана вот эта вот конструкция. За одну только операцию владельца отдали 14 тысяч рублей. Не меньше уйдет и на реабилитацию Тошки. Однако хозяева терьера в качестве компенсации заплатили им только две тысячи. Говорят, их питомец к травмам хохлаты никакого отношения не имеет. Мол, искривление челюсти – результат болезни собаки. В пятницу мы с ними съездили к ветеринару. Ветеринар как бы посмотрел, сказал, что собака у них больная. У них парадонтоз и прочие с челюстью. Они сбежали от этого ветеринара, побежали к какому-то другому. То есть ваша собака ни при чем? Да, у меня есть заключение, что, как говорится, моя собака ни при чем. Кроме того, уверяют, пострадавший пес сам спровоцировал нападение. Бегал за их девочкой, у которой течка. На видео это не запечатлено. Но владельцы хохлаты говорят, на их питомца Стаффордшир бросился уже во второй раз. В страхе зверь якобы держит всю округу. По словам местных, свою бойцовскую собаку хозяева выгуливают без поводка и даже без намордника. При том, что во дворе постоянно играют дети. Жители боятся, что рано или поздно животное может броситься и на них. Однако прислушиваться к соседям владельцы пса не желают. Такая безответственность, по мнению юристов, и может стать основным доказательством в суде. Ведь по правилам выгуливать столь серьезную собаку, свободно и без намордника, в городе запрещено. Доказательствами в суде служат любые свидетельства. Это может быть видео, снятое на телефон. Это могут быть фотографии. Это могут быть показания свидетелей. Если ее хозяева ненадлежащим образом содержали, выгуливали без поводка, выгуливали без намордника, значит они допустили виновное поведение. И хозяева маленькой пострадавшей собачки имеют право обратиться с сысковым заявлением и через суд взыскать все расходы на лечение, которые они понесли. Казаковы так и сделали. Обратили в суд. Ведь, говорят, в последнее время хозяева Стафорта их избегают. На контакт идет только сам пес. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.